Добрый вечер на дикой черешни 4 привилекте. Дома сейс, это была Беларуся, познавайтесь. Я правильно помню. Дерево маточное. Будут ли косточки с дикой ветки, то есть, допустим, подвой заплодоносил тоже, правильно, иметь лучшую совместимость, как подвой с ветками с него же. Так а вы за что боролись-то? Конечно. Ну, еще бы. Это и есть то самое, как назвать, как хотите. Как ее, селекция сверху вниз. Вот. Можете так назвать. Это и есть то самое, затемная гибридизация. А, извините, нету ее. Мичурин что-то там с дурем маялся. А, девчата? Наталья с Ольгой. Как можно было отменить Мичурин? Ой. Ладно бы себя цитировать. Прошу у Юрия Владимировича, у брата. Там, что у них, какое образование? Ну, говорит, это. Люпином занимался. Люпин для меня, это, ну, где-то рядом с Сорняком, извините. По этому, не по качеству, не в этом, а именно по выгодности до страны. Сотменим их таким гибридизациям. Зачем мы так и будем? Так и будем. А, это, скрестили Бе, получили это самое, и каждым разом все мельче, мельче. Ой. Я вот до сих пор понять не могу. Ну, совершили глупость, уже понятно. Наверное, какие-то фильмы видели мои, где я вас размазал. Ну, неужели так трудно сказать? Ну, погорячились. А, нет, это не мы, не мы, не мы. Мы тут сбору, это, взяли, как цитату откуда-то взяли, с тех, кто ненавидел Мичуина. А разве можно на этом построить доказательную базу? Кто-то не видел Мичуина. Привет, Салтая. У нас сквозцы прилетели. Буранка, кидает. Угу. Ай, вот так. Привет, Башкирия. Днем в шесть, ночью в семь. Но с минусом. Солнце делает. Подкапываю, стол и дыха. Спасайтесь, спасайте. Куда деваться. Я тоже два дня откапывал абрикосы, груши. Снег тяжелый, сырой. По колену осел. Группа, пояс. Ниже Новгород. Обещаются следы дожди. Да. Да, это опасно. И до груши, и до абрикосов. Но мы не виноваты. И технология не виновата. И даже бугры не всегда спасают. Ну, нехрен его тут делать. Там, где это, метр снега. Ну, нехрен делать не абрикосов. По большому счету. А мы хотим. Так, нет? Так. Вчера несколько копал для эксперимента. Метр снега, под снегом вода. Вот это самое страшное и есть. Но она, когда посадили на бугрыше, вода хотя бы не держится так. А вот, на холмах вот и нет. Здорово. То же самое у нас. Я вот понять не могу. Вы не хотите... Я не могу успокоиться, потому что сильно уж это наглое... Это было вот такое вот выступление, когда вы расправлялись с новичком, с моим братом, да? Вот. Ну, боже, доктор, ну, вот, представляете, вот эти... И выделили эту яму, которую еще после того, когда ее полили, уже было 20 сантиметров. Плюс еще бордюрчик, уже 25 сантиметров. А она еще провалится будет, что это не полметра. Как там абрикосов? Нет, ладно, абрикосов. Но ведь написал, что это правильная посадка груши. Груши. Как ты? Я вот не понимаю. Это доктор наук. Вы хотите проверить? Там же было эти все данные. какой-то центры проще. Как? А, девчонки? Кандидаты наук. Ну, переходите на нашу сторону. Ничего тут обидного нету-то. Это нормально. Это и есть. Вы понимаете, и те были гении, когда говорили, и в древних христианах учили, вот, что солнце крутится вокруг Земли. Земля – центр Вселенной. Потом сожгли пару человек смелых, а может и больше. Так. Но все-таки со скрипом признали, что все-таки вертится земля вокруг Солнца. Но тех, которые ошибались, тоже гениями считали. Они же как, все видит, то поет. Он видит, что Солнце зашло там, законит. Конечно, оно вокруг Земли. Но вы понимаете, что когда-то надо нормальное садоводство. Я никак не могу отстать от этих двух, этих самых, которые мы не знаем, знать не хотим. Ни взоров. Я откопался до 20-го числа, а теперь опять, брат, да, опять занесется. Так, что нам грешно, пацану? Если это видео смотреть нельзя, а если, а ну-ка, 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 так. Ух ты. Вот это мы попали, ребят. А вот, сейчас он, а вот он может убрать. Ну, что я скажу? Ну, что я скажу? Вот, считайте, что он спас абрикос. И никуда, а когда я говорю, что ничего в саду не надо делать. Вот. Есть другая крови, вспомните, вы видели, тает, снега не так много, и здесь черный холк. И что вы думаете? Черный холк, он возьмет заранее, и сейчас даже здесь может случиться. Приграет солнышко, проснется раньше времени, абрикос, засветет, и под заморозок попадет. Идеальных технологий нет. Посадили мы этого эмигранта, наглого, за тысячу километров от исторической водины. Вот. Берите лопату. То, что относится, я говорю, ничего не надо делать, это значит, не надо его калечить, не надо его поливать, вот, не надо его удобрять. Он все найдет сам. Все, что остальное, зима приходит, подчеркиваю, чтобы меня не за язык не тянули. Представлю сна, посадили, или просто растет. До самой осени только траву, помните, как я говорил, брать ее, перемалывать, ну, вот эти вот современные, они как бы перемалывают мелкую труху, и оставлять на месте. Кормить червей и так далее. Так, ладно, где мы были? Сейчас помню. Караул я бы. Нет, нет, вот. Как отсюда выбраться? А вот сюда надо. А, правильно. Так, Гришин, Светлана Елисеева, просили напомнить про мои вопросы. Судьи допустимы способы прививки абрикосов. Крону. Если прививать крону, то лучше вообще по основанию скелетной ветки. Или лучше капулировка, но подходящую по диаметру ветки. Значит, и так можно, и так можно. Дело в том, что, если говорить в целом, то сама скелетная прививка, если мы имеем достаточно велосипедельно, она неизбежна. Вы стоите возле дерева, которая дает абсолютно невкусные плоды. А у основания привать поздно. Что надо делать? Конечно, если бы я этот вопрос готовил, я бы добавлял 10 раз в фотографии. В разной степени зрелости и с разными скелетами. Я бы сказал, вот здесь вот выбирайте несколько почти вертикальных. Привайте все подряд. Да, конечно, прививка ослабляет дерево, но она вам и так уже не нужна. Правильно? Зачем она вам, если она не дает плоды? Будем калечить поближе к основанию ветки. Почти вертикальной. Поближе. Но желательно, чтобы она была максимально вертикальной. Все, что вы видите в разных этих, вот человек в фантазии богат, он берет, как было, помню, при заднем хозяйстве, толстая вот такая, и смотрите. И она еще вот такая. И вот тут вот, когда он смотрит вниз, я беру, ты прививаешь, и куда они расти будут? Они как будто не знают, что веткам надо вверх расти. А нахрена ты тогда здесь-то привил, когда они смотрят вниз? Даже вот этого элементарного не знали. Вот. Да, надо прививать скелет. Мне кто-то пришел фотографии абрикоса достаточно рослого. Вот. Или вы, или кто-то другой. Я хотел для его примера показать, но не дошел еще до этого. Пока общий совет. Как можно вертикальные ветки. 3, 5, 8. Вот. У меня, допустим, впереди, я потом когда-то и сфотографирую, когда-то фильм сниму. Вот. Я отложил черенки персика на 100 прививок. Я буду прививать все подряд. На сливы, на абрикосы. На сливы, на абрикосы, на сливы, на абрикосы. Все подряд. Для чего? Дело в том, что у меня два учителя. Вот, пойти, деверьте, хотите, нет. Я до сих пор не признавал никого учителя, даже Мичурина. Один учитель называется Латинков. Почему? Уже имея достаточно в расстройке культурного прививка, у вас рассказал Константинович, присылай мне культурные абрикосы, я их на свои культурные прививы и сохраню их уже не геном, а хотя бы фенотип, то есть вот эти качества, которые ты добился тем, что, чего не существует, то есть вегетогенгибизация. Я ему выслал, он снимает фильм, я смотрю, он говорит, вот это там прекрасный урожай, плоды, смотреть на них безвеледово невозможно, такая красотища. Это говорит Королевский Веледово. А он взял и привел на культурные. А мне вопрос задает наш друг этот самый Александр Николаевич, смотрите, какой вопрос он задает. А если несколько поколений деградировать должны? Ну, уже способ нашел Латинков, привай на культурные сохранив. А если еще несколько поколений на те же манджурцы, опять на манджурцы, опять на манджурцы, имеется ввиду сельцевое поколение, деградировало. Вот. А кто будет продолжать-то? Мне бы еще были 50-е, тогда бы я точно ответил. А так получается, да, предположение есть, вот, что они начнут чуть-чуть пользу дикаря, взял ветку, опять на дикаря, а на культуре взял ветку, опять на дикаря. Не знаю. Или еще больше станут, или еще меньше. У меня и так, и так. То есть, получается, я расписался в своей беспомощности. Но намотал на ус, и что я буду теперь делать? Я взял это самое, допустим, какие-то редкие черенки, там у меня есть, допустим, персиковая мячурина. Натыкаю третий этаж, сами персики, натыкаю третий этаж. Вот. Груши, это самое, она, допустим, у меня же три учителя, нет, два, второй, кто меня обходит. Это серьезно, я с удовольствием эту тему раскрываю. Чернобаев, у меня получили 400-граммовые гиганты Подмосковья, сладчайшие, 300 граммов, а у него 500, ай-тя-тя-тя-тя-тя, самое крупное 540, это вообще дикую эту жуни, невероятно. Что я хочу сделать? А я теперь возьму черенки этого гиганта и прививу уже не на дикаря, он по-разному сработал. У нас у обоих одинаковый подвой. Уссуристский груш. У него сработал так, а у меня сработал. И отчистали. А я сейчас культурный, на культурный привив, на зло всем. Вот. Один пример. А второй пример Чернобаева. Как он получил розовые эти самые венгерки. На абрикос привив. А я точно знал, на абрикос прививать нельзя, даже не пробовал. Кто учитель, я или он? Что теперь я сделаю? Я у него уже взял эти самые розовые. Я уже их в прошлом году привил. Дали мощнейшие двухметровые приросты. Я их теперь снова срежу. И снова на кого? На самые культурные абрикосы. Королевские академии. Вот. Вот такие у меня учителя. И я не стесняюсь говорить, что здесь я оказался не в дураках, но немножко отстал не хватило соображаловки. Они же у меня уже достаточно морозостойкие. Третий этаж не должен замерзать. Если моим культурным абрикосам правду, они даже были в эту зиму замерзли. Ни одной подмерзшей веточки. Я же сейчас весеннюю обрезку делаю. Вот кому высылаю, потом хоть один киньте камень, чтобы вы получили хоть чуть-чуть подмерзшую. Режу с торца ни малейших следов подмерзать. А они же должны быть мертвые все. У меня до 40 доходило. Это, конечно, зима не сибирская, до 40. А они живы, здоровы. А почему теперь на этот королевский, который пропитался этими самыми генами маньчжурца, почему я теперь не могу еще более жирный или тот же персик? Вот так вот. А что-то я завелся, где тут было так? Что-то в эту тему было. Мы все-таки в крону будем считать, что можно, нужно. А вот раз уж переросло, просто другого выхода нет. Не пропадать же добру. У меня есть такие груши с четырьмя-пятью плодосящими сортами. Я не говорю, что я не призываю всех так делать. Ну же как от бедности можно.